Привет всем! Сьогодні продовжуємо виконувати наші вправи за допомогою йога-гамака. Тренування проводить наш тренер Лариса Помченко. Доброго дня! Доброго дня! Привітаю вас! Сьогодні ми будем використовувати йогу-гамак в качестве паруса. Дело в том, що йога-асаны, як пози тіла, це в ніякому сміслі символи, тобто букви. З допомогою них можна прочитати свою личну історію. А можна розказати щось інтересне. Тому сьогодні ми будем розказувати історію об парусі. Так, настраїваємся на путешестві. Слажив ладошки вместе, включаємо внутренний світ, прислушуємося к своєму внутреннему состоянию, к своєму дыханню. Отпускаємо напряження, внутренне сопротивлення. Ощущає давлений веса тела на стопу, складаємо кисти рук в замочек, підтягуємося вверх. Во время вдоха, развернув ладошки. На выдохе опускаємо ладошки к макушці. І ще раз стопы. Вдох, таз вправо, корпус влево. Не спеша выпрямляємося, ладошки к макушці. І ще раз вдох, таз вправо, корпус влево. Не спеша выпрямляємося, ладошки к макушці. Вдох, підтягуємося вверх. Восвобождаємо кисти рук і ручки справа. Короткая в правій руці, средній длині в левій. Виводимо локти в сторони. Стопа левой ноги буде опорной. Правую перебрасуємо к наружій стороне. І вовремя очередного выдоха, всім телом, ловимся на правую руку. Хорошо. Чувствуя опору левой стопой в пол, подаєм таз чуть-чуть вперед-назад. Готовимся к нашему путешествию. Ощущения в гамаке очень похожи на ощущения, как будто бы вы находитесь в лодке или в яхте на воде. Поэтому сейчас стопа левой ноги давит в пол. Вес корпуса берем на руки, поднимаемся, меняем сторону и выбираем себе направление нашего путешествия. У каждого может быть свой маршрут. Как пел Высоцкий, бег на месте общепримиряючий. Правая стопа опорная. Короткая ручка в левой руке, средней длины в правой. Развернули плечи, прижали лопатки. И с выдохом ложимся на левую руку. Хорошо. Открываем ребра. И легкие покачивания. Таз вперед-назад. Хорошо. Стопа правой ноги плотнее в пол. Вес корпуса берут на себя руки. Встаем. И, отпустив ручки, восстанавливаем кровообращение в пальчиках рук. Хорошо. Садимся в расправленный гамак. Хорошо. Хорошо. Высвобождаем плечи назад. Беремся за гамак на уровне швов. Складываем его. Стягиваем. Складываем. И, подтянув задний край поближе, пониже талии, разводим стопы широко, выпрямляем ноги, опускаем, так, чтобы бедра легли на гамак. И опускаем голову. Хорошо. Хорошо. Ноги выпрямляем широко-широко. Можно захватить, можно захватить, но лучше выпрямить. Выпрямить стопами в стороны. В стороны. Хорошо. Вот так, чтобы бедра лежали на гамаке. Хорошо. Хорошо. Отпускаем руки, опускаем ладошки на пол. И идем назад за затылок. Хорошо. Толкаем лопатками грудную клетку. Хорошо, хорошо. Вовнутрь. И вот сейчас все тело вместе с гамаком похоже на парус. Пожелаем себе попутного ветра. И с очередным вдохом разводим руки в стороны. Поднимаем ладошки. Поднимаем, просто повисаем. Позволяем расслабиться мышцам корпуса, плечам, шеи. Согнув ноги в коленях, обхватываем голенями гамачок. То есть голень перед гамаком, бедра остались за гамаком. На выдохе втянув пупок, подтягиваем голову вперед. Беремся за гамак между бедрами и голенями. Высвободив стопы, толкаем назад, поднимаем, садимся. Хорошо. Пока подбородок опущен, восстанавливается кровообращение. Расправляем гамачок за спиной так, чтобы край доходил до подмышек. И ложимся. Ложимся. Плечи свободны. Пяточками опираемся изнутри в край гамака и подтягиваем его из-под всего тела. Беремся за ручки средней длины. Подбородок направлен к ключицам. Лопатки, плечевые суставы отталкивают головы. Грудная клетка ложится на лопатки. Хорошо. Напрягая ноги, поднимаем таз. Хорошо. Поднимаем таз. Лодыжки лежат на краю гамака. И открываем горло. Расслабляем. Если край гамака съезжает к талии, не страшно. Так, чтобы лопатки ушли к серединке спины. Открываем ребра и спокойно дышим. Хорошо. Замечательно. Очередной выдох. Опускаем таз. И левой рукой беремся за край гамака. Он сейчас натянут. Затем правой. Хорошо. Подтянув мышцами пресса и руками корпус, подтягиваем гамачок чуть-чуть выше. И левая рука остается на краю гамака. Развернулись на правый бок. Правую ладошку опускаем в пол подплечевым суставом. И теперь правой ладошкой отталкиваемся от пола. Подтолкнув все тело вперед. Левая рука над головой достает пальчики правой. Хорошо. И теперь подаем таз вперед-назад, как рыба-хвост. Стопы чуть-чуть вперед-назад. Возможно легкие перекатывания таза с одной стеночки гамака на другую. Такие массирующие движения. Замечательно. Возвращаем левую руку на край гамака. Правая сильнее давит в пол. Подтягиваем обратно. Вперед. Макушку. Нет, еще не поднимаемся. Теперь нам нужно все это зафиксировать. Пальчики стоп на себя. Втягиваем коленные чашечки. И держим крестик. То есть руки вертикально. Обе руки вертикально. И разворачиваем лопатки. Обе лопатки к спине. Так, чтобы лопатки зафиксировали плоскость корпуса. Хорошо. Беремся рукой за край гамака. Разворачиваемся на спину. Напрягая бедра и пресс подтягиваем. Садимся. И теперь промежуточную выполним. Очень парусную. Асану с помощью гамака березка. Расправляем. Подаем корпус, сидя чуть-чуть вперед. Из-под таза достаем гамак. Столько. Столько достаем гамака, чтобы край, расправив от складочек, доставал до... Можно было набросить на плечевые суставы. Изнутри держа края гамака. Руками ложимся. Хорошо подтягиваем. И снова ощущаем себя едиными с парусом. Напряжение распределено по мышцам всего тела. Таз подтолкнув назад, опускаем параллельно полу. Держимся на прямых руках. Уголок. Да, складываем уголочек. Приводим в тонус мышцы спины, пресса, бедер. На меня ножки. И теперь обе стопы опускаем в пол, не поднимаясь, расслабляем руки. Отпускаем. Там есть такое свободное пространство, как крылышки. И теперь, не сдвигая стопы, толкаем таз. Нет, не сдвигая стопы. Да. Вот так, чтобы вы могли хорошо, у вас будет хорошее пространство. Вперед таз, посмотрите, вперед ложимся. Да, ложимся. Вот еще один вариант паруса, который хорошо высвобождает напряжение из всего плечевого пояса, грудной клетки, шеи. Начинаем подтягивать пяточки к полу. Открываем почечные каналы. На весу. Все тело на весу. Вытягиваем пяточки к полу. Немножко непривычное напряжение, особенно для тех, кто ходит на каблуках, но зато хорошо компенсирует, открывает связочки. Замечательно. Подтолкнув таз назад, становимся на полную стопу. Не выходя из наклона, высвобождаем руки. И повисаем на прямых ногах. Просто в наклоне, расслабив шею, плечи. Складываем ладошки. Это не конец. Это всего лишь завершение определенного этапа. И поднимая внутреннее ощущение победителя, первооткрывателя, выводим внимание наружу. Разводим руки в стороны. Да есть не так. Тоже, за допомогою этих прав, вы обовязково здійснете свою незабутнюю подорож. И сможете рассказать ее с помощью Yoga Asan. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!